Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Так, одну секундочку. Снова возвращаемся на финансовые рынки и снова следим за тем фундаментальным фоном, который на них складывается. Сегодня у нас не обычный день. Ну, во-первых, мы традиционно замыкаем нашу пятидневку очередную, готовимся уйти на выходные. Это первый момент, который, несомненно, должен повышать настроение. Еще больший в плане ожидания позитив связан с тем, что у нас сегодня на повестке важнейший фундаментальный фон, связанный с конференцией и выступлением председателя американского регулятора ФРС Джанет Йеллен. Собственно, всю неделю мы ждали его. Ждали то, что Джанет Йеллен на встрече в Джексон Холли сможет порадовать тех трейдеров, которые делают ставку на покупку американской валюты, потому что только в ее силах это сделать. Только ее слова, опять же, по перспективам американской монетарной политики, по потенциальным будущим действиям касательно процентной ставки, являются сейчас главным ньюсмейкером рынка. И буквально с понедельника мы начали предвкушать это событие, поскольку также прекрасно понимаем, что, наверное, более крутого новостного фона сейчас не найти. То, что мы говорим, что это событие недели, может быть, даже не совсем правильно, поскольку, напомню для тех, кто упустил, опять же, потенциальные изменения монетарной политики по факту прошлых конференций и выступлений в рамках тех встреч, которые проходили в Джексон Холли, но вот год назад, два года назад. И, в частности, практически на каждом из них то Драги, то Джанет Йеллен, которые возглавляют для нас, на мой взгляд, самые интересные регуляторы ИЦБ и ФРС, говорили о том, что планируются какие-то изменения. То есть, они могли тянуть резину весь год, а вот когда речь шла о конференции и совместном участии руководителей региональных ЦБ, буквально всех, тогда вот дело доходило до конкретных действий, которые предварялись в жизни и создавали тот самый задел для волатильности, который мы с вами и отторговываем. Поэтому, руководствуясь также историческим опытом, можно сказать, что что-то интересное обязательно должно случиться, и что-то интересное должно произойти уже сегодня. Поскольку сегодня, как раз, буквально за, получается, несколько месяцев до окончания 2016 года, мы должны получить намек на то, что определенные изменения монетарной политики все-таки должны произойти до того, как мы закроем этот финансовый год. Ну, обо всем давайте поговорим, разумеется, конкретнее. Начнем мы сегодня с динамики Brent, и, к сожалению, видим то, что Brent снова подбирается к отметке 50 долларов за баррель. Вчерашняя торговая сессия была закрыта с повышением 49.92, сейчас мы торгуемся с небольшим откатом 49.73. Очень много мы говорили про триггеры, драйверы для динамики нефти. Отмечаю то, что главный фон касается предстоящей встречи во лжи нефтяников, где будут обсуждать вопросы, касающиеся и предполагающие стабилизацию ценового характера на рынке энергоресурсов, либо через сокращение производства, снижение планки и лимитов выработки, либо через достижение принятия решения о заморозке тех уровней, которые уже достигнуты. Пока что дополнительного новостного фона в связи с этим не поступало. Хотя вчера, если вы следили за теми сводками новостными, которые касались отдельных инструментов, Саудовская Аравия сообщила о том, что до сих пор неизвестно, будет ли на предстоящей встрече, неформальный, это очень важно, обсуждаться вопросы, которые предполагают о заморозке. По версии Саудовской Аравии, текущая ценовая конъюнтура, она уже указывает якобы на то, что бычьи тенденции начинают доминировать. Поэтому ни о каких интервентных действиях, ну, понятно, что здесь речь идет не об изменении денежной массы, а об каком-то агрессивном подходе, касающемся изменения текущих объемов производства, ни о каком интервентном вмешательстве, в кавычки возьмем это слово, пока говорить не приходится. Как можно расценивать подобные слова? Я думаю, как то, что, может быть, вы ожидаете что-то от нас, но не дождет, потому что достаточно адекватно взвесить конкретную ситуацию, которая сейчас вкладывается на рынке черного золота, достаточно вспомнить политику, геретическую тех регионов, которые ответственны за принятие подобных решений, как вывод, напросится сам собой. Стороны не будут ничего менять в плане производства, поскольку в этом нет необходимости. И уж тем более мы не увидим своего рода зеленого освета по ограничению производства со стороны ближневосточного картеля, потому что этот регион живет нефтью и никогда не позволит кому-то, скажем, оттяпать часть их доли, либо упустить лично себе возможность, чтобы повысить и расширить свою экспансию на рынке иных ресурсов. Поэтому мы видим, что исторические объемы уже достигнуты по производству в ряде регионов. Я думаю, что производство будет только расти. Потому что когда-то было предположение, что есть лимиты, квоты под дневной выработки 30 миллионов баррелей в сутки в рамках ОПЕК. Это те цифры по производству, которые удовлетворяют спросу и, соответственно, это такая балансовая математика. Но мы знаем, что текущий объем производства уже давно превышает не 30 миллионов баррелей в сутки, а 33, по-моему, 33.16. Это сейчас актуальные цифры. И каждый квартал мы констатируем прирост. Поэтому, если кто-то из вас делает еще ставку и надеется на то, что встреча в Алжире будет судьбоносной с точки зрения разворота и точного убеждения для скептиков, которые еще присутствуют в рамках этого актива, что дальше нужно только покупать, потому что следом будет 55, 65, 75 долларов за баррель, я советую вам еще раз с большей адекватностью оценить ту ситуацию, которая сейчас на рынке, в принципе, происходит и сделать особый акцент на фундамент, который общедоступен и, на мой взгляд, красноречив в плане свидетельства о том, что этот актив по-прежнему находится в числе основных аутсайдеров. Поэтому сегодня мы продолжим, безусловно, следить за дополнительными новостями, которые поступают по поводу предстоящей встречи в Алжире, но вряд ли они будут. Сегодня у нас все будет зависеть даже для динамики нефти от поведения американца, а доллар ориентируется на слова Джанет Йерин. В 17.00 по московскому времени вы должны быть крайне внимательны, бдительны и уж точно найти время, чтобы в этот момент быть перед мониторами, соответственно, в ваших терминалах и, в прямом смысле, в рынке. Помимо этого, в 20.00 по московскому времени у нас выйдет отчет по BakerHudges по количеству нефтяных платформ. Вы помните, что в прошлый раз, в прошлой неделе, мы зафиксировали очередной прирост до 4-6 платформ, что в целом позволяет нам предположить, что по итогам следующей недели, когда мы вернемся к статистике по недельному производству в США, у нас будут основания надеяться на увеличение добычи. Поэтому делаем ставку на прежнее перенасыщение рынка, делаем ставку на то, что баланса между спросом и приложением пока что не видать как своих ушей, а значит, делаем ставку на наш прежний коррекционный посыл. Это идея, которая, прежде всего, основывается на средней долгосрочном взглядах. Как осрочно, действительно, может произойти все, что угодно. Фундаментально оценить ситуацию практически невозможно, но вот долгосрочно с трендом определиться реально. Российская валюта 64-68, так и продолжаем мы колебаться рядом с сопротивлением 65, диапазон дневного хода пары незначительный, но и нефть пока что не показывает нам интересную динамику. Сегодня, уверен, ситуация изменится. И если все пойдет как по маслу, как мы с вами предполагаем, если доллар получит поддержку, то, соответственно, он окажет давление на рисковый инструмент, он окажет давление на товарное сырье, очень осталось на минерном американской валюте, конечно же, на нефть. А нефть, в свою очередь, может стать причиной девальвации курса рубля. Пока что о резкой девальвации мы с вами не говорим, потому что понимаем, что при всех прочих, при равных условиях, есть еще такой форс-мажорный фундаментальный фактор. Это политическая тема. И эта политическая тема будет выступать, наверное, главным тормозом для стремительной девальвации. Но мы, как я уже неоднократно отмечал, умеем с вами ждать и терпеть. Поэтому даже если мы получим соответствующий фундамент, который будет указывать на то, что рубль должен девальвироваться, но рубль быстро не просядет, мы будем понимать, что есть для этого предпосылки, нужно только миновать тот фонд, который предполагает сейчас задержку ослабления, а потом мы со всеми силами, так же как и медведи, навалятся на этот актив и заведут его к тем уровням, которые бы хотелось сейчас видеть, поскольку они являются более здравыми для динамики курса российской валюты. Здравый курс это 67 как минимум. То есть нам есть куда расти по паре USDRA, по рулю есть куда падать. Поэтому давайте мы на сегодня с вами поставим цель движения выше 65. Я считаю то, что у нас есть все для этого основания, даже с лихвой. Европейская валюта против доллара 1.1292. Вчера мы видели, как евро снова подпринял попытку пробраться выше сопротивления 1.13, но как и днем ранее, даже и двумя днями ранее, пока силеный кому не хватает. Я надеюсь то, что и не хватит. Вчера настроение трейдеров не смогли испортить данные, очень слабые, можно даже сказать провальные по индексам экономических ожиданий бизнеса оптимизма Германии от ИФА. В частности, если пробежаться по отсчетам, что у нас есть? У нас есть ключевой индекс ИФА, который оптимизма просел с 108.3 до 106.2. У нас есть индекс экономических условий, тоже просадка с 114.8 до 112.8. И есть индекс ожиданий развития экономики на перспективу 6 месяцев. И тоже спад со 102.1 до 101. Здесь вообще пограничная зона уже, которая отделяет восстановление от потенциального спада, хотя в рамках ИФА и бизнес настроения мы уже давно говорим о спаде. В целом, раз отчеты плохие, почему они не оказали давление на позиции европейской валюты? Я на самом деле вижу здесь несколько причин. Первая, она заключается в том, что все-таки статистика ПАИФА является, мягко говоря, без обид. Второскортный, поэтому трейдеры на нее редко обращают внимание. Если хочется зацепиться за бизнес-оптимизм, нужно смотреть на статистику ЗЮ. Вот на этот отчет мы с вами обратили внимание некоторое время назад и помним, как он себя отработал по паре евро-доллар. Второй момент, почему не последовало логичной реакции на слабые цифры? Это все-таки ослабление позиции доллара, который вчера, если провести параллели с парой доллара-японской иены, никак не мог пробраться выше сопротивления 105. То есть буквально замер в ожидании сегодняшнего фундаментального события. Ну и, наверное, правильно сделал. И третий момент, он связан с тем, что мы видели очень, на мой взгляд, точнее даже однозначное развитие классического правила трейдинга, когда на повестке имеется серьезный фундамент, новостное событие, значит торговать можно вполне логично и линейно. Покупай на ожиданиях, продавай на фарфах. Вчера эта логика себя прекрасно отработала, мы видели, как евро действительно рос. Сейчас восходящая динамика замедлилась. Вот актуальная активировка 1.12.92. Я думаю, что по мере выхода сегодняшней статистики США мы сможем увидеть давление на позиции главного валютного риска. Если опять же перейти на календарь экономический сегодняшнего дня, я думаю, что вы уже посмотрели, есть все предпосылки, чтобы рынок сегодня встряхнул. И очень неплохо. Даже еще до выступления Елен. Потому что целый блок макроэкономической статистики США, начиная от годовых данных по ВВП, в целом еще будут индексы расходов на личное потребление. Это в рамках сегодняшней торговой сессии. Все эти отчеты выйдут в 15.30 по московскому времени, а вот выступление Елен состоится в 17.00, то есть спустя полтора часа. Стоит отметить то, что эта статистика может действительно повлиять в определенном смысле на то, что скажет Джанет Елен спустя какое-то время после этого, поскольку очередной блок сильных макроэкономических данных может действительно заставить ее пересмотреть свое позиционирование по поводу изменения денежно-кредитной политики. Но в целом мы понимаем то, что если Джанет Елен сегодня соблаговолит рассказать нам о скорых планах повысить процентную ставку, доллар получит колоссальную поддержку, как ни крути. И параллельно с этим будет оказано давление на рисковые инструменты. Вы помните, что на протяжении последних нескольких месяцев мы с вами уже неоднократно делали ставку на Джанет Елен, то, что она сможет приблизить наши инвестиционные идеи к профиту. Но вот шло время, Джанет Елен выступала, комментировала политику, мы получали статистику, которая вроде бы как способствовала более жестким комментариям, но рынок не находил достаточной поддержки для доллара. Я допускаю, что сегодня хотя бы в порядке исключения, но надо бы уже показать более-менее логичную реакцию динамику. И раз мы с вами так долго ждали, так долго готовились к этому событию, но разве такие искренние ожидания не должны быть вознаграждены? Я считаю, что должны. Поэтому со свойственной, может быть, даже мне долей оптимизма я сегодня полагаюсь на слова Джанет Елен и надеюсь на то, что она поддержит доллар и, соответственно, ослабит позиции рисковых инструментов. Фунт против американца 1.3208. Мы видим то, что с хай, который был достигнут некоторое время назад, агент X2.72, пара потеряла очень много. В частности, между динамикой фунта и евро сейчас полная раскорреляция, хотя когда-то, некоторое время назад, они были весьма высококоррелирующими активами. И, впрочем, даже фунт обращал внимание прежде всего на динамику евро. Сейчас полное расхождение. Евро вчера подрос, фунт у нас корректировался. Почему? Может быть, трейдеры осознают тот факт, что слишком высоко забрались по этому активу днями, несколькими днями ранее. Может быть, также в игру вмешался и абсолютно логический такой, и абсолютно оправданный фактор поведения трейдеров, то, что раз уж получилось заработать на восходящем ралли, то перед таким событием, который может действительно изменить все в корне, лучше бы зафиксировать результаты и профиты, результаты сделок, которые были открыты ранее. Поэтому закрытие ордеров стало причиной коррекции, которую мы, собственно, с вами и наблюдали. Сегодня в игру вмешается еще национальный макроэкономический фонд. Буквально это первый отчет, который у нас через 2 часа в 11.30 по московскому времени. Это ВВП Англии. Поскольку никаких изменений не предвидится, я думаю, что мы не должны делать какую-то значительную ставку на то, что этот отчет станет причиной повышенного владельца. Нет. У нас сегодня есть свой серьезный триггер. Этим триггером является американская валюта. Вот давайте тогда ориентироваться именно на поведение доллара. И, исходя из того, что покажет американец, то мы будем наблюдать в динамике рисковых инструментов. Но, как я уже сказал, то, что если есть надежды на рост американца, я считаю, то, что и фунт сегодня имеет все основания, чтобы показать нам неплохое ослабление. И, может быть, даже тестирование поддержки 1.31, а может быть, даже и еще ниже. Но это уж совсем оптимистичный сигнал. Доллар японская иена. Вот здесь, конечно же, ключевая валютная пара, на которую лично я сегодня буду обращать внимание. Давайте вспомним, что у нас есть по американскому фундаменту за последнее время. Что мы с вами накопили уже. Все началось с комментариев Локарда и Дадли на прошлой неделе, которые допустили возможность повышения процентной ставки. Мы сделали на эти комментарии большой акцент, поскольку понимаем, что Локарда и Дадли являются голосующими членами. И, скорее всего, в рамках американского регулятора будет уже формироваться такая коалиция тех, кто считает, что уже пора нормализовать денежно-кредитную политику. Это оказало положительное влияние на американцев. В воскресенье у нас выступил вице-председатель американского регулятора Стэнли Фишер, который также отметил, что сейчас американская экономика, прежде всего ФРС, за которую он отвечает, как никогда близка к максимальной занятости и достижению целевого показателя по инфляции. Также было отмечено много прогресса на американском рынке труда. И Фишер отметил то, что поддерживает идею, которая предполагает повышение процентной ставки. После этого мы с вами переключились на отчеты, которые вышли на этой неделе. Рынок недвижимости, помните, там многолетние максимумы. Даже продажи на вторичке не испортили настроение, потому что мы пришли к выводу о том, что слабая цифра – это следствие не недостаточного спроса, а недостаточного предложения. Вчера у нас были заявки на пособие по безработице 261 262, минус 1000 за неделю. Хорошая статистика, да даже если бы мы сегодня увидели 270 тысяч, точнее вчера, заявок на пособие по безработице, это все равно была бы позитивная новость, потому что для нас прогресс ниже 300 тысяч. Это 70 уже, по-моему, седьмая неделя подряд, когда отчет держится ниже этой планки. И самый затяжной цикл восстановления американского рынка труда с 1973 года. После этого внимание трейдеров переключилось на заказы на товар длительного пользования, может быть, даже еще более серьезный отчет. Плюс 4,4% прироста. Максимальный рост за последние несколько месяцев, и самый лучший результат практически за год. И очень сильно контрастируется с оценкой прошлого месяца, когда мы наблюдали спад, у нас опоставимую цифру – минус 4,2%. Отмечу также еще выступление представителей президента ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж, которая также отметила, что есть все основания для повышения процентной ставки. И еще президент ФРБ Далласа Каплан, который также подчеркнул, что американская экономика готова как минимум к одному повышению процентной ставки. И, в частности, такую позицию Капланы меняют уже больше полугода. В частности, он отмечал, что пора бы действовать уже даже в рамках первого квартала 2016 года. Но пока его, конечно же, инициативу никто в жестком ключе не поддержал. Ну вот, время идет. Мы получаем все больше связи с того, что в рамках США все-таки зиждется идея о том, что до конца 2016 года мы увидим хотя бы еще один шаг в пользу ужесточения. И, в частности, Ситибанк, который провел опрос буквально перед предстоящим сентябрьским решением, считает то, что 88% вероятности того, что ставка будет повышена хотя бы раз в этом году. И у них, между прочим, перевес о том, что это решение может быть анонсировано в сентябре, по сравнению с общим рыночным ожиданием, значительно. В частности, по их оценке, 40% вероятности того, что ставку повысит даже уже в следующем месяце. Но это, конечно же, слишком. Хотя для позитива, конечно же, еще один такой заряд бодрости, который мы должны иметь в виду. Поэтому с таким фундаментом, я думаю, что, мягко говоря, настраивающим на жесткий комментарий Елен, мы сегодня подошли к ее выступлению. В 17.00 по московскому времени она обязательно обратит внимание на все, на что обратили мы. Обязательно обратит внимание на сегодняшнюю статистику. Индекс расходов на личное потребление и годовые данные по ОЛУП. И если мы сегодня увидим классные цифры, тогда вероятность жесткой риторики возрастет многократно. И мы будем надеяться на то, что ее слова поддержат позиции американской валюты, что, собственно, нам необходимо. Давненько мы уже не уходили на выходные с отличным настроением. Я думаю, что сегодня, ну, по крайней мере, я буду всячески визуализировать это. Есть все шансы и основания. Поэтому в 17.00 вы просто обязаны быть перед экранами ваших терминалов. Вы должны следить за динамикой тех активов, за которыми вы, в принципе, наблюдаете постоянно, которые являются основой вашей каждодневной деятельности. Сегодня все будет плясать в прямом смысле. Волатильность будет зашкаливать. И этой волатильности мы благодарны как раз выступлению Джанет Герин в Джексон Хой. На этом, собственно, все. По другим валютным парам, раз я их не касаюсь, все без изменений. Действительно, вот сегодня переписывал ценовые уровни по австралийцу, по новозеландцу, по канадскому доллару, по швейцарскому франку. Те же самые значения, что и вчерашним утром. Поэтому ждем триггер, о котором я уже сказал, который приведет в движение и эти инструменты. Важные отчеты. В 11.30 ВВП Англии ждем совпадения с оценкой, с прогнозными ожиданиями. Никаких изменений, а значит, никакой реакции на фунт. В 15.30 ВВП США индекс расходов на личные потребления. В 17.00 выступление Джанет Герин, прям жирной чертой, подчеркиваю, это новостное событие. И в 20.00 это отчет Baker Hages по количеству нефтяных платформ в США. Ждем дополнительного давления на ценовые позиции нефти. Кодовое слово на сегодня. Елен, величина бонуса 17%. Действует он на пополнение. И в отличие от прошлого бонуса, действует он не сутки, то есть до следующего брифинга. Ну, на самом деле он также действует до следующего брифинга. Но следующий у нас состоится только в понедельник. Поэтому у вас есть очень много времени, чтобы принять решение и повысить покупательскую способность ваших депозитов. На этом, собственно, все. Со своей стороны, традиционно желаю вам отличных прибыльных сделок, попутного от тренда, ну и, конечно же, хороших выходных. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok